Как вы считаете, сегодня DLP это некий must-have, который обязан быть в корпоративной среде или это опыт, ушедший с годами и в общем как бы про DLP скоро все забудут? Однозначно на сегодняшний день DLP это must-have. Да, если на заре моей деятельности 2009 год, я работал в банковской сфере, DLP это была такая страшилка интеграторов и вендоров, когда они показывали, что вот на западе утекли данные, была оштрафована компания, они выплачивали компенсации, то тогда для российского рынка это было неактуально. На сегодняшний день при уплотнении, во-первых, потока данных больше, в информационных системах больше и важнее информация. Кроме, например, персональных данных, есть такие категории данных, как биометрические данные, да, то есть когда создается отпечаток, цифровой отпечаток человека. Если персональные данные в широком их понимании, это паспортные, прописка, фамилия, имя, отчество, в принципе можно поменять, да, взяли, поменяли, то при краже вашего цифрового отпечатка, ваших отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, рост вес, лицо, их гораздо сложнее поменять. Если у вас украли, то ими могут воспользоваться там в любой точке мира уже без вашего согласия. Для обеспечения достаточного уровня наши регуляторы вводят требования обеспечения информации, в том числе и требования по DLP. Жестко, обязательно, не все хотят, не всем это удобно и тратится, ну, как бы не охота, возможно, может экономически нецелесообразно, если можно не делать, зачем это нужно, вот, но это must have, то есть должно быть, это требование времени. Сейчас очень много внимания фокусируется именно на создание цифровых слепков сотрудников, в смысле их модели поведения, прогнозирование их поведения, а в 2009 году, ну, наверное, таких технологий не было. Вот вы как считаете, из какой точки, в какую точку DLP эволюционировали? Первоначально системы были, ну, достаточно тяжелые и для воспроизведения, и сейчас они больше интегрируются в общую систему безопасности, вот, легче принимаются решения, вот, с технической точки зрения, больше интеграция в управление, то есть легче управлять в ЦРУ безопасности, и реагировать как-то таким или иным способом. С вашей точки зрения, вот, вы, как Михаил, сотрудник определенной компании, вы как относитесь к тому, что за вами могут следить, или за вами следят, предположим, у вас в компании есть DLP, вы воспринимаете это уже как должное, или все равно что-то где-то есть сопротивление какое-то? Система DLP должна быть прописана в политиках информационной безопасности организации, все работники должны быть с ней ознакомлены, и они должны знать, что делать можно, да, чтобы не было утечек, что делать нельзя, почему, какие есть угрозы и какая у них ответственность за это. Они должны, как быть, не детально, но должны быть проинформированы, что контроль за ними ведется и, желательно, еще система поощрения для того, чтобы работник знал, мог следить за собой, видеть свои нарушения, даже мелкие, да, и стараться их не нарушать, а если система поощрения будет, именно политика организации и осведомленность работников в своей политике. Да, определенный негатив может возникнуть, это нормально, нормальная реакция, и вот забота и информационной безопасности, и руководство вообще организации показать, что это необходимость. Правильно поняла, что, в принципе, при правильных реализованных организационных мерах подписания нужных документов негатив, в принципе, можно уменьшить со стороны сотрудников. Абсолютно верно, потому что организационные моменты, они не менее важны, чем техническое обеспечение, документальное обеспечение, то есть все должно быть зафиксировано, доведено до работников. Нужно понимать, что они это все запомнили, а потом повышать осведомленность время от времени. Нельзя просто железку поставить, запустить софт и начать людей штрафовать, лишать, отключать, запрещать и не пускать. На ваш взгляд, люди – это все-таки главная угроза для компании или это главный ее актив? Люди – это и есть организация. Начиная с головы и вся структура. Если организация правильно настроена, правильно работает, то люди – это главный актив. Кадры решают все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова